Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Утеплитель, и поэтому они, в общем, долговечные, практичные, отвечают всем новым требованиям, безопасности, в том числе, естественно. Поэтому вот такой детский сад, правда, цена вопроса, я думаю, без малого 100 миллионов. То есть вот на 20 детишек 100 миллионов детский сад придется тратить. Ну, потратим с радостью, тогда это будет, в общем, хорошо. Только их нет, этих 100 миллионов, сейчас их надо будет у кого-то занять. Но слово дал, значит, будем строить детский сад. Также в поселке Озерном Владимир Уйба пообщался с жителями и ответил на вопросы, касающиеся программы переселения из ветхого и аварийного жилья, вопросов оказания медицинской помощи и начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Ведь человека такого высокого ранга не было в поселке уже много лет. О проблемах готовы рассказывать очень долго. Я вам скажу так, значит, вот для того, чтобы взять, вы говорите, когда будет онколог. Онколог это не тумбочка и не стул, это специалист. Для того, чтобы специалиста сюда привезти, это же не взять, чем в кандалы человека. Он же, конечно, конечно. Поэтому сейчас, вот сейчас, я когда смотрю на всю эту историю, понимаю, что это, вы думаете, вы один такой поселок? Я куда не приеду по республике, как будто Мамай прошелся. Везде одна и та же история. Когда? Дай, немедленно. Я говорю, ребят, вы как-то жили-то здесь вообще? Ну я же не довел до этого. Да я не про это. Я про то, что вы не единственный поселок. Вся республика вот так вот кричит и за грудки берет. Да я не знаю, как жить это нам. Как жить? Вы один единственный, который, наверное, вы не говорите. Подождите, подождите. Вы не общаетесь с нами. Один единственный. Никто к нам никогда не приезжал. Даже городские к нам власти не приезжают. Не только такого этого. Вообще, знаете, есть такой смысл, что хотят север закрыть. Вот правда? Нет? И все такое, что вахтовый метод какой-то оставить, это нет? После общего собрания Владимир Уйба решает обойти поселок целиком. По пути общается с жителями и узнает от них много нового. Высказаться о проблемах мог каждый. Одним из обратившихся стал тренер юных спортсменов поселка. Рассказывает о проблемах, с которыми приходится сталкиваться, занимаясь в маленьком спортивном зале, оставшемся после закрытия школы. Вот видите, это здание школы, которое в 2009 году закрыли. Здесь я 17,5 лет отработал как преподаватель физической культуры. Нас закрыли в какой-то период, в 2015 году. Мальчик, кто только в марте приехал, выиграл фермент из страны. Через неделю нас закрыли в своей базе, которая сейчас существует. И куда вы думаете нас определили? Вот сюда же. Вот сюда же. Цинично и все. Когда министр образования говорил, что это же дети. Это же дети. Вот прошло такое. Так вот я прошу то же самое. Посмотрите, вот у нас здесь здание зала. Я думаю, что зал нам точно не построят. Если мы будем что-то о сносе здания решать, то, наверное, возможно, все технически решить, чтобы зал у нас остался. Зал остался. Это единственный спортивный объект. Моя лыжная база, она за ним находится. Но мы здесь занимаемся, и взрослое население занимается все. То есть попытаться. Его можно одеть, оно автономно существует. От школы все. Тепло все есть. А здание, конечно же, надо это все убирать. А это уже молодое нынешнее поколение, все вот они есть, это малая часть, еще есть ребята. Они же тоже хотят жить и как-то активно жить. Пожалуйста, как бы, вот я просьба просто не мешать их этому. И все. Мы как-нибудь, я надеюсь, справимся, если будет правильная политика в государстве. Справимся, ребята, не пугайтесь. Нет. Они уже бедные стоят. Но они иногда боятся, они знают, что они иногда так вот это... Поездка для Владимира Уйба оказалась насыщенной. Ведь он смог своими глазами увидеть, с какой большой надеждой на изменения к лучшему жители Печорского района смотрят в будущее. Ознакомиться получилось не только с проблемами, но и с достижениями поселков, которых тоже оказалось немало. На второй день первым делом посетили Печорскую ГРЭС, после чего отправились на осмотр больниц города. Владимир Уйба осмотрел состояние зданий больничного комплекса, ознакомился с материально-техническим оснащением и кадровым обеспечением больницы. Особое внимание при посещении Печорской ЦРБ уделили поликлинике номер один, кровлю которой необходимо срочно ремонтировать, и инфекционному отделению, которое располагается в деревянном здании 1959 года постройки. Временно исполняющий обязанности главы заявил, что для инфекционного отделения необходимо построить новое здание. Для этого руководство больницы должно выбрать место для строительства, согласовать его с администрацией муниципального района Печора, с Роспотребнадзором и Госпожнадзором. Затем отправить заявку на строительство в региональный Минздрав для включения объектов в республиканскую адресную инвестиционную программу. Также по поручению Владимира Уйба в Министерство здравоохранения Республики в самое ближайшее время будут направлены заявка и проектно-сметная документация на проведение ремонта кровли поликлиники. Самым большим событием в планах на второй день поездки стала встреча с представителями общественности Печорского района. Одним из самых первых и актуальных вопросов стал вопрос о переселении, причем не только в Печоре, но и в целом по республике. Никакой волшебной палочкой у меня нет, и никакой палочкой я махать не собираюсь. Ее просто потому что нет. Вот поэтому и вы все прекрасно понимаете, что сколько бы мы с вами вопросов не задавали, если не будет мощнейшей федерального вливания, ничего мы с вами не сделаем. Поэтому у нас богатая республика, слов нет. Но мы с вами прекрасно понимаем, что мы единая Россия великая, и поэтому переселение, в том числе, как и по многим другим вопросам, единственное решение, это в том, чтобы сегодня, чтобы вы понимали, у нас в очереди 30 тысяч семей, 30 тысяч. Я же не могу делить Печору, Интул, Барху-Тул, да, я же врию главы, поэтому я как врию главы вам говорю. У меня 30 тысяч сегодня семей, которые стоят на переселении. В год сегодня государство выделяет денег на 300 семей. 30 тысяч поделить на 300, получается 100 лет. Я категорически против того, чтобы переселять жителей республики Коми за пределы республики Коми. Я буду радовать только за то, и буду этим только заниматься. Значит, кому это не нравится, ну, пожалуйста, это, значит, не со мной. Значит, я буду заниматься переселением внутри республики Коми. И ратовать за выделение не сертификата, а денег для того, чтобы строить жилье. У нас есть южные районы, у нас есть Привузи, у нас есть Микунь, где абсолютно нормальные условия европейские в части климата. Поэтому это моя позиция, я ее буду жестко отставить. Никаких сертификатов никуда я не собираюсь переселять внутри России. Я буду заниматься переселением внутри республики. И заниматься буду под выделение денег. И на этом буду настаивать при встрече с президентом. Вот моя позиция. По словам Владимира Уйба, данная программа поможет не только ускорить программу переселения из отдаленных участков, но и даст мощную поддержку республиканскому строительному бизнесу. Мы дожились до того в республике с вами, что сегодня у нас ни одного подрядчика своего нет. Ни на одном объекте. Ни на одном объекте. Возьмите любой объект, ни одного подрядчика республиканского. Это что такое? Мы до чего дожились? Это же позорище. У нас Киров строят, Питер строят, Москва, кто только не строит. Куда деньги идут? В Питер, в Москву, в Киров и так далее. Ну это же бардак. Поэтому, значит, у нас есть в Сыктывкаре 3136 двухэтажных многоквартирных домов деревянной конструкции прошлого столетия 40-50-х годов в центре города. Занимают великолепные места в городе. Значит, вот это плацдарм для переселения. Также к руководителю региона обратился Совет молодых специалистов Печоры с просьбой помочь им в открытии молодежного центра. Владимир Уйба поддержал инициативу и отметил, что во главе любого дела должен стоять человек с активной позицией. Вот первое. То есть, если есть человек, дальше помещение нужно? Да. Вот если человек и помещение, я вот вижу тут объем денег. У меня есть кое-какие деньги, которые я могу сейчас просто взять, и не без всякого госсовета, без совсем уважения к нему, но просто взять, если у меня есть некие деньги, на такие благие дела, которые не великие, но которые дадут великие плоды. У нас много достойных людей, которые... Значит, человек, место, и эти 5 миллионов я вам предусматриваю в этом году. В этом году. Пока еще в Рио. Успевай. Да, успеваем. Поэтому давайте. Если так, то по рукам. Хорошо. Мы согласны, да, от нас все... И согласны, давайте человек и давайте помещение. Да, все, есть информация. Администрация пусть помещение дает, вы человека, если ты деньги такие дам. Ну, чтобы результат был такой, что сразу ребятишек привлечь и не бумажки писать, и не отчеты. Они хороши, конечно, но это больше наторвание надо для отчетов. А мне дела нужны. Конечно, самой животрупещущей остается мусорная проблема, по которой к временно исполняющим обязанности главы поступило очень много вопросов. Ответ не смог не удивить присутствующих. Монополист вообще это катастрофа всегда. Если монополист, значит, это будет диктат, это значит, будут свои условия, это значит, будет проблема с качеством. Везде, во всем мире побеждает конкуренция. Есть конкуренция, борьба, значит, будет и борьба за качество, и за результат. Значит, Ухта жил фонд. Спрашиваю, а как вы это вообще допустили? Почему у вас один-то, извините, оператор? Ну, вот так вот решили. Поэтому первое, совершенно точно вы правы, решение ошибочное, решение неправильное, решение будем пересматривать. Не может быть одного оператора на всю огромную республику. Нигде уже в жизни, в хорошей стране, в серьезной, никакой свалки нету. Потому что свалка, это та же самая проблема, что любая экологическая проблема. Потому что мусор в свалке, что делает? Горит, гниет, выделяет все, что не нужно, выделяет всю таблицу Менделеева. Куда? И в воздух, и в почву. В почве вода, да, подпочвенная. Она потащила это в ручьи, в реки. Все, большой привет. В связи с такой большой проблемой в Печоре на протяжении нескольких дней работал российский оператор, который должен предоставить абсолютно новую, не похожую ни на что программу решения. Значит, идея у них такая. Они дают нам новую схему. Это не значит, что мы ее схватим и побежим с ней. Нет. Но они нам дают новую схему 8 августа. Как она должна выглядеть, по их мнению. Принципиально, что там будет? Там будет следующее. Ну, во-первых, никакого тарифа не хватит, если мы наматываем его на колеса. У нас же сегодня какая идея у этого монооператора? Что, условно говоря, из печоры мусор должны везти куда-то. И намотать на колеса сотни километров до ближайшей площадки утилизации. Соответственно, основная идея, чем короче плечо, тем тариф ниже. Потому что основной тариф, это, конечно, ГСМ и износ машин и работа машин. Поэтому вот новая схема, почему они в печоры поехали? Потому что им нужно было понять вообще территориальность, территориальность республики. И вот как мы с ними и до, и перед отъездом общались, они говорят, что, конечно, с учетом вот такой огромных территорий, конечно, нужно, скорее всего, делать следующее. Это, ну, если брать печору, то это сбор, площадка по только разбору мусора, но ни в коем случае не свалка. И утилизация, то есть завод регенерации. То есть пластик к пластику, бумага к бумаге, да, там твердые пищевые отходы к твердым пищевым. То есть регенерация. Способ регенерации, конечно, он тоже разный. Отметили на встрече и успехи печорских спортсменов, а именно футболистов, которые недавно стали чемпионами республики, тренируясь лишь на маленьком футбольном поле, которое со временем уже приходит в негодность. Владимир Уйба отметил, что для тренировки спортсменов такого уровня просто необходимо выделять средства. Если это чемпионы России, ой, республики по футболу, да, значит Россия будет, то под это надо деньги давать. То есть там, где люди уже выросли до чемпионов, под это деньги надо давать. И мы посмотрим на этот стадион под этим углом. Что это не просто общая физическая подготовка, это не просто сдача ГТО, да, а здесь тренируется сборная, которая чемпион футболовой республики. То есть это обязательно, это же будет стимулировать и других. Поэтому давайте вот это отдельно возьмем, значит под этот стадион, именно под то, что там ребята уже чемпионы республики, его выведем на первую планку, на первый бюджетополучателю, потому что это будет посыл и стимул для других. В конце встречи у Владимира Уйбы поинтересовались, как он относится к критике и предложениям, которые поступают ему в социальных сетях, на что получили ответ, что это лучший путь к исправлению всех проблем. Ведь так видно не только те проблемы, что лежат на поверхности. Субтитры создавал DimaTorzok